Как выучить китайские иероглифы Му похож на тумбочку с тремя ящиками, либо на полотенце-сушитель Что он означает на самом деле? Это глаз Если мы возьмем человеческий глаз Ну просто у животных глаза выглядят по-другому Человеческий глаз делим на три части И представляем его схематично и еще переворачиваем Вот это сущность иероглифа Му Глаз Он означает глаз, взгляд, рубрика, цель, заглавие Также смотреть И он является ключом номер 109 Сам же по себе глаз, как орган зрения В китайском называется Яндзин И если мы посмотрим внимательно на эти иероглифы Из которых он состоит, то увидим, что в каждом из них компонентом является наш Му Сжатый, естественно Теперь несколько слов с иероглифом Му Наш белый Бай плюс Му Глаз, получается белый глаз И на сленге это означает глупый, недалекий Му Ди Одно из значений иероглифа Му это цель И мы знаем из прошлого видео, что иероглиф Ди произносится именно так Если это существительное, со значением цель, мишень И получается Му Ди Это цель Тю Му Опять такое же явление В одном из предыдущих видео мы рассматривали иероглиф Тю Который переводится кривой, извилистый, неправильный Но в произношении третьим тоном Тю Он означает музыкальная драма, песня, ария И вот это Тю Му означает программа, репертуар Чем-то похоже по значению слова Ди Му Программа номер выступления То Му Голова плюс глаз И это означает главарь банды, атаман, вожак А теперь рассмотрим иероглифы, состав которых входит Му Если мы продлим нижнюю линию, то у нас получается иероглиф Те И он означает еще, все еще, пока Как ни странно, ключом к иероглифу Те является не глаз Му А вот эта палочка горизонтальная, которую мы продлили И это наш давно знакомый иероглиф И, который означает один Один из часто встречающихся иероглифов в китайском это Кан Верхняя часть его означает руку, то есть человек вот так вот смотрел куда-то вдаль И иероглиф Кан означает смотреть и читать книгу, например Иероглиф Мао состоит из солнца и глаза И он означает накрывать, покрывать, ну то есть закрывать глаза от солнца Если мы добавляем еще один элемент к нему, получается тоже Мао И это же головной убор шапка Но как шапка он используется с суффиксом Дз Получается Мао Дз Наш второй иероглиф на сегодня Берем наш Му Ставим опять же на эту тумбочку с тремя ящиками в вазочку И получается Дз Сам, себя, лично и как предлог переводится с тех пор Он является ключом номер 132, но практически не образует иероглифов Как его запомнить? Дз Сам Я сам поставил эту вазочку на тумбочку Какие слова полезно знать с иероглифом Дз Дз Дзи Это сам себя Используется это слово как возвратное местоимение Дз Ё Это свобода Дз Син Ч Это велосипед Получается сам двигаю машину Дз Бо Что мы тут видим? Наш Дз Сам И белый Как я вам уже говорила в прошлый раз Иногда иероглифы произносятся по-другому Не так, как мы их учим Да? То есть белый произносится Бай А иногда он произносится Бо И это как раз такой случай Дз Бо Он означает признаться Например, на суде То есть обелить себя Наш третий иероглиф на сегодня это АР Он означает ухо Ну, коль скоро мы начали наш ассоциативный ряд с тумбочками Что можно представить? Как вы видите, он несимметричный по сравнению с предыдущими То есть у него какая-то типа ножка одна длиннее Второй нету вообще И можно представить себе такую картинку Ножка у тумбочки сломалась, она грохнулась И я слышал, как она упала Ухо Вот этим вот АР Я слышал, как падала тумбочка Если вы учили английский язык Возможно, вам легче будет запомнить слово АР Потому что по-английски ухо это ИР Если мы посмотрим на пень, им и на английское написание То они практически похожи Произносятся тоже похожи И вы можете запомнить это быстрее Итак, АР это ухо Иероглиф АР является ключом номер 128 И он означает ухо, ручка какого-то предмета, например, чашки Слушать, внимать Само по себе ухо, как орган, это АР-ДО И несколько слов с этим иероглифом Соединяем наше ухо с глазом Получается АР-МУ Слышать и видеть Это слово означает знание информации То есть то, что мы получаем с помощью слуха и зрения А также АР-МУ Это шпион То есть тот, кто подслушивает и подсматривает МАО, как мы помним, это головной убор, шапка Так вот, АР-МАУ Это получается шапка для ушей То есть это какие-то вязаные, либо меховые наушники Для того, чтобы зимой уши не мерзли А наушники, с помощью которых мы слушаем музыку Это АР-МАЙ Есть еще такое забавное слово БАЙ-МУ-АР БЕЛОЕ ДРЕВЕСНОЕ УХО Что это такое? Это такой гриб, который растет на деревьях Он называется ТРЕМЕЛА И по-русски есть вариант ДРОЖАЛКА Иероглиф АР можно встретить в некоторых географических названиях Например, ТУ, АР, ЦИ, ТУРЦИЯ МА, ЭР, ТА, это МАЛЬТА В Турции он заменяет Р, в МАЛЬТЕ он заменяет ЛУ Ну, в английском варианте, в русском ЛЕ У нас как-то с вами было слово ЦХОН, МИНЬ Которое означает умные, одаренные МИНЬ это ясный, четкий, что такое ЦХОН Мы видим, что в состав этого иероглифа входит УХО И этот ЦХОН означает умный, а также чуткий слух То есть человек, который имеет чуткий слух Ясно, четко все видит и понимает Он является умным, либо одаренным На сегодня все, давайте повторим сегодняшние иероглифы с их ассоциациями МУ, ГЛАЗ Это наша тумбочка с тремя ящиками ДЗИ, сам себя Я сам поставил эту вазочку на тумбочку АР, ухо, слышать Я слышал, как у тумбочки отломилась ножка и она грохнулась Если у вас возникли какие-то другие ассоциации с этими иероглифами С какими-то предыдущими нашими иероглифами Пишите в комментах Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выпуски курса Как выучить китайские иероглифы с Хеллен Си Ставьте лайк, если вам понравилось это видео И до новых встреч! Зайден! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok